Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Пришла плохая новость. Ренат Куфиятуллин, кстати, он родился 14 января 1994 года, погиб 7 октября 2020 года в Москве. Это российский актер. Он утонул в бассейне. Ну вот смотрю на его глазюки. Скажу честно, такой взгляд невозможно смотреть в эти глаза. Не буду далеко смотреть его матрицу. Скажу только коротко. Так, ему в январе исполнилось бы 27 лет. Судьба, кстати, очень хорошо его держала, но воля была на таком где-то на уровне единицы. Это судьба на уровне восьмерки. Это хороший такой показатель, но это пошел спад уже вниз. Очень такой, знаете, парень разносторонний, просто разносторонний. Вот сказала, что ничего говорить не буду, а все равно хочется рассказать. Человек гуманный, романтичный, искренний, дружелюбный, но вообще очень много можно о нем хорошего говорить, но он не застрахован от опасности до тех пор, пока ему не исполнится 31 год. А ему, дорогие мои, 27 исполнилось бы только в январе 21 года. Ну вот, как только, если бы все было нормально, то после 31 года его ожидал бы покой, величие. То есть он бы получил по карме защитника. Дорогие мои, такое бывает. Ну, кратенько, да? Так что же случилось именно в этот период, а случилось следующее. Во-первых, четкое есть указание на несчастный случай, есть указание на перелом голеностопа, есть указание на, как вам сказать, нервные психические перегрузки, на болезни сердца, желудок. То есть достаточно сложный период у него был в этот момент. И, ну, вы знаете, что есть люди, которые заранее чувствуют приближение каких-то не совсем хороших ситуаций. Вот он из тех людей, он очень-очень чувствительный. Это козерог. И, кроме того, те, кто следит за астрологией, кто разбирается в астрологии, здесь, конечно же, Марс в квадратуре с Солнышком, и Марс с Ураном в квадратуре, и Марс с Венерой в квадратуре. То есть, вы понимаете, здесь очень такая ситуация не совсем хорошая. Как говорится, пир правит не те планеты, которых приглашали. Ну и самое главное, что здесь еще Марс у нас будет находиться с черной луной Лилит. А это, в общем-то, тоже сложно. Ну вот такие вот вещи. Я вам кратерико сказала, что случилось. Дорогие мои, берегите себя. Во-первых, он родился 14 января, а сама цифра 14 очень сложная. И, пользуясь, кстати, случаем, обращаюсь к родителям, у которых дети родились 14 числа. Здесь надо с детьми работать, работать и работать. Здесь надо настолько, чтобы они понимали и себя, и знали, что это сложная цифра. Но здесь надо очень-очень осторожно, чтобы, не дай бог, не получилось, чтобы не загнать тоже ребенка в какой-нибудь такой страх, да? В конфликтную ситуацию с самим собой. Поэтому, дорогие мои, берегите себя. Смотрите, оберегайте своих детей. Что касается цифры 14 и других дат в дня рождения, то, пожалуйста, можете зайти в плейлист «Нумерология». Там есть обзор всех дат рождения. Ну и я сделаю подсказочку, всплывающую над этим видео. Дорогие мои, на этом все. Удачи! Продолжение следует...